Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Защитники самой протяженной в мире границы отмечают большую дату. Пограничной службе исполнилось 100 лет. Унесло на матрасе в море на 20 километров от берега. Для эвакуации молодых людей спасателям ЮРПСО понадобился вертолет. 130 сочинских школьников сегодня написали первый госэкзамен. В России стартовала волна ЕГЭ. В Сочи официально открыли курортный сезон. Город за лето планирует принять 3,5 миллиона туристов. Кубань вошла в десятку лидеров национального рейтинга по состоянию инвест-климата. Регион впервые за 4 года поднялся на одну позицию и уверенно занял в списке 6 место. Результаты агентства стратегических инициатив объявила на экономическом форуме, который завершился в Санкт-Петербурге. В презентации участвовал глава региона Вениамин Кондратьев. Как отметила директор агентства стратегических инициатив Стана Чупшева, именно благодаря инициативе губернатора Краснодарского края изменили критерии составления национального рейтинга. В прошлом году в декабре губернатор Краснодарского края на госсовете сказал президенту Российской Федерации действительно о влиянии федеральных органов власти, работающих на территориях и естественных монополий в регионах. И, конечно, их влияние на инвестиционный климат в разных регионах неоднозначно. Президент дал поручение проанализировать вклад федеральных органов власти в национальный рейтинг субъектов Российской Федерации. Мы убрали из рейтинга показатели, которые относятся к сфере влияния федеральных органов власти, естественных монополий. Это регистрация юридических лиц, регистрация правосубственности, подключение к электросетям, административное давление на бизнес и постановка на кадастровый учет. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что улучшение позиций в национальном рейтинге – это прежде всего самочувствие бизнеса в регионе. Это было достигнуто за счет принятых мер. В частности, речь идет о льготах и преференциях. Комфортные условия создает на Кубани не только для внутренних бизнесменов, но и для иностранных инвесторов. Об этом речь уже шла на встрече Кондратьева с председателем правления немецко-российской торгово-промышленной палаты Михаэлем Хармсом. Буквально на следующей неделе Краснодарский край представит экономический потенциал в Берлине. По мнению губернатора, это станет серьезным шагом в развитии дальнейшего сотрудничества. Я хочу поблагодарить вас за возможность совсем скоро приехать в Германию уже с краснодарской бизнес-миссией для показа инвестиционного потенциала нашего региона. Нашему бизнесу будет, что сказать, показать, предложить в Германии и немецкому бизнесу, и немецкому рынку. Потому что на самом деле тоже продвинулись достаточно хорошо с точки зрения экономического роста этого потенциала, который сегодня у нас уже есть. Я уверен, это будут новые точки отчета, роста. Конечно, нам нужны партнеры. И вот здесь, учитывая немецкий характер, немецкую идентичность, пунктуальность, стратегически для себя выбрал именно Германию для того, чтобы именно там найти партнеров. Вы достигли больших результатов в области сельского хозяйства. Сегодня в регионе есть все составляющие для того, чтобы добиться большого успеха. У вас самые плодотворные почвы в мире и очень много земель. Это должно заинтересовать немецкий бизнес. Во второй день завершившегося Санкт-Петербурга форума Венилин Кондратьев провел несколько переговоров и принял участие в федеральных совещаниях. На заседании консультативной комиссии Госсовета обсудили развитие предпринимательства. А после глава региона участвовал в пленарном заседании под председательством Владимира Путина. По мнению президента страны, сейчас формируются новые современные подходы к решению экономических задач. И во многом это зависит от региона и работы власти на местах. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Кубань представит экономический потенциал немецкому бизнесу в Берлине. В презентации инвестиционного потенциала региона примет участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В составе нашей делегации представители власти и предприятий, которые заняты в ключевых секторах экономики края. Это ТЭК, машиностроение, виноделие, развитие предпринимательства. В программе предусмотрены деловые встречи и переговоры. Кубанская бизнес-миссия отправилась за рубеж, чтобы показать инвесторам приоритетные направления экономики и ознакомить с условиями ведения бизнеса в регионе. Семейный праздник в семейной компании. 15-летие отметил завод сельхозтехники «Класс». На территории предприятия развернулись тематические площадки для детей. Прошли мастер-классы гончаров и кузнецов. Поздравить немецкую компанию приехал губернатор Краснодарского края. Власти региона и немецкую компанию связывает давняя дружба. Завод появился на Кубани в сложные времена, когда зарубежные сельхозпроизводители остерегали заходить на российский рынок. Кубанские аграрии оценили качество немецких сельхозмашин. Тракторы и комбайны помогают им бережно возделывать поля и вносят существенный вклад в рекордные урожаи края, отмечает глава региона. Мы имеем в Краснодарском крае стабильно работающее предприятие с мировым брендом. Это не только сегодняшняя наша экономика, это, главное, уверенный шаг в будущее. Потому что, в первую очередь, для вас это гарантированные стабильные рабочие места, зарплата, те социальные проекты, которые реализует компания «Класс» в Краснодарском крае. Но самое главное, что изначально нужно выстраивать дружеские, человеческие отношения, а партнерские от этого будут только крепче. Сегодня мы можем обратиться и к господину Бендишу, и к господину Мору не как к партнерам, а как к друзьям. Поэтому я хотел бы, чтобы компания «Класс» рассмотрела еще вопросы о расширении своего производства и, со своей стороны, заверить, что здесь она может смело себя чувствовать уверенно, и здесь есть будущее. Мы до настоящего момента инвестировали здесь 150 миллионов евро. Мы очень гордимся этим и уверены, что правильным было решение это сделать. Это показывает наше доверие России и сельскому хозяйству России. Мы ведем бизнес здесь более 30 лет, и до сих пор у нас не было ни одной причины усомниться в России. И, напротив, мы, пережив ни одно расширение завода, будем и дальше расширяться. За 15 лет предприятие выпустило больше 4,5 тысяч комбайнов и тракторов. Три года назад здесь прошла масштабная реконструкция. Запустили производство полного цикла. В него вошли и цех металлообработки, окраски, конверного монтажа и сборки. На сегодняшний день это самый современный завод по производству сельскохозяйственной техники в Европе. Здесь, где мы сегодня стоим, здесь было поле. И наши комбайны, наши классовские комбайны убрали здесь последний хлеб. И мы построили завод. В 2008 году был такой бум в сельском хозяйстве и в продаже нашей техники, что мы не смогли набрать персонал. То есть не хватило. Сегодня на нашем заводе работает 450 человек. В 2010 году, когда мы хотели построить вот этот красивый цех, было трудно здесь приобрести вот вторую часть земли. Но мы это сделали с помощью наших партнеров, с помощью краевой администрации города. Спасибо вам за это. По традиции, после торжественной части праздника делегация высадила деревья на территории завода. В России сегодня отмечают День пограничника. В этом году праздник особенной службе исполнилось 100 лет. По всей стране проходят памятные митинги, выставки боевой техники и показательные выступления. В Сочи сегодня защитники самой протяженной в мире границы возложили венки на мемориале воинской славы в завокзальном районе. А накануне собрались на торжественном собрании в Зимнем театре. Расскажет Елена Овсецина. Лучшие представители пограничного управления Сочи по традиции 28 мая собираются у мемориала воинской славы. Здесь и минута молчания, возложения венков и цветов. Сама же история создания погранвойск началась в 1918 году с момента опубликования декрета Совнаркома. Первыми на охрану южных рубежей заступили черноморские казаки. С тех пор прошло 100 лет. Сегодня внешняя граница Южного федерального округа, около 1000 километров, из них порядка 100 километров, составляет российско-абхазский участок, остальные 900 – морской. За прошедший год через границу пропущено 11 миллионов человек, задержано свыше 4,5 тысяч человек с недействительными документами. 27 человек привлечены к уголовной ответственности. Жаркая пора для пограничников начнется и в период проведения в Сочи чемпионата мира по футболу. Пограничная безопасность проведения чемпионата мира по футболу в нашем городе Сочи, она обеспечивается и в полении государственной границы, и в пунктах пропуска. Мы будем уже готовы обеспечить прибытие как спортсменов в городе Сочи, так и многочисленных болельщиков. У нас абсолютно мы готовы к приему наших гостей. Я думаю, что мы пограничную безопасность обеспечим. В профессиональный праздник сочинских пограничников со сцены зимнего театра в их адрес звучало много теплых слов. Сослуги тех, кто круглосуточно стоит на охране рубежей, неоспоримы. Так же, как и помощь четвероногих защитников рубежей, без которых пограничника даже при современных средствах охраны представить невозможно. Много было в истории, как только что было сказано, и хороших, светлых, ярких дней, ну и, конечно, трагических. Это и война, и послевоенное время восстановления советского государства. И уже практически, когда все было хорошо, готово, пограничные войска продолжали, продолжают и будут продолжать внести пограничную службу по охране границы. Вы единственное структурное подразделение, в силовом блоке, которое каждый день заступает на охрану государственной границы, выполняя боевую задачу. Кроме лиц с поддельными паспортами, пограничники выявляют и нарушителей режима границы. Таких за год две тысячи. Нарушители правил пограничного режима свыше 1700 и около 500 нарушителей режима в пунктах пропуска. За всеми этими сухими цифрами статистики безопасность приграничного Сочи. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. 300 лет на охране общественного порядка. Российская полиция празднует большой юбилей. Историки выяснили, что в 1718 году Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. А также издан документ, в котором была сформулирована программа деятельности полиции, определены ее роль и место в государстве. Именно с этого времени началась история российской полиции как особого учреждения в системе госорганов. В Сочи юбилейную дату тоже не обошли стороной. Тему продолжит Ольга Десятого. Начались торжественные мероприятия с возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские почтили память товарищей, отдавших жизнь служению закону минутой молчания. Ну а продолжились мероприятия в рамках празднования 300-летия российской полиции на площади перед Зимним театром. Ура! 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 На театральной площади выстроились парадные расчеты сотрудников органов внутренних дел. Открыл торжественное мероприятие начальник краевого МВД. Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств, противостоять росту преступности, охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, а также в честь празднования 300-летия со дня образования российской полиции, лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Продолжились торжества праздничным парадом. Его посмотрели почти 500 зрителей. Праздничным маршем по театральной площади прошли сотрудники ППС, ДПС, сотрудники полиции из Белгородской, Иркутской области и Республики Адыгея, прибывшие в Сочи для охраны общественного порядка. Впервые торжественным маршем в составе органов внутренних дел Кубани по парадной площади прошел расчет туристической полиции УВД Сочи. В заключении парада зрителям была представлена техника управления внутренних дел по Краснодарскому краю. Ну а завершились торжественные мероприятия праздничным концертом, который прошел на сцене Зимнего театра. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Проезд на запрещающий знак светофора стал причиной аварии в Сочи. НДТП произошло в субботу на улице Пластунская. Авария случилась около 7 утра в районе Сочинского госуниверситета на Пластунской. По предварительным данным, водитель «Жигулиная» регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Вольво». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пассажиры на марке. Также, по предварительным данным, пока виновником аварии называют водителя отечественного автомобиля. Впрочем, ЧП в Сочи случаются не только на дороге, но и на воде. Так, накануне спасатели Южного регионального спасотряда эвакуировали из моря двух молодых людей, которых унесло на матрасе на 20 километров от берега. Это случилось в районе Архипаосиповки. Сначала информация о ЧП поступила спасателям из Крымска. Они приступили к обследованию акватории. А уже на следующий день к поисковой операции привлекли вертолеты МЧС России из Сочи сотрудникам Южного поисково-спасателям отряда на борту. Спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавший обнаруженный и поднятый вертолет при помощи лебедки. Из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги. Их доставили на базу МЧС в Сочи. Вообще, первоначально за нами катера еще, ну это ночью было, и катера ходили, искали нас. Вот, прожекторами светили, и они очень близко от нас были. То есть мы махали руками там, кричали, ну понятно, волна уже началась, сильная волна уже была. То есть вечер уже темно. Да, и темно уже было, и поэтому как бы нас не нашли. Хотя проезжали рядом, там буквально 300 метров, где туда было. Как позже рассказали молодые люди, когда они поняли, что их начало быстро относить от берега, они уже не смогли вернуться обратно. По словам спасателей, подобные ситуации редко заканчиваются благополучно. Так что туристам просто очень повезло. Сразу несколько домов в разных районах Сочи отключили от воды. Дело в том, что их жители сбрасывали канализационные стоки прямо на рельеф. Сегодня в Сочи продолжается системная работа по улучшению экологической обстановки. И особое внимание как раз уделяется пресечению сброса жителями частных и многоквартирных домов, неочищенных стоков, близлежащей овраги, массива кустарников и деревьев, ручьи и реки, а также в ливневую канализацию. Такие случаи были выявлены в ряде сельских поселений. Природоохранными ведомствами были выданы предписания устранить нарушения и прекратить сбросы канализации. Но жители проигнорировали все предупреждения. В итоге была ограничена подача воды в ряд жилых домов на улице Измайловская, переулках Овощной, Конторский, в селе Верхний Юрт, на улице Армянская, в Дагомысе на улице Российская, а также на нескольких улицах в Адлере. Но там, где такие меры не дают результаты и сбросы продолжаются на рельеф, приходится применять крайние меры воздействия – бетонировать места выхода в канализационных стоков. Совместно мониторинговая комиссия с водоканалом «Сводосток» осуществили выезды, прошлись, промониторили, выявили места сброса хосфекальных стоков. И сейчас те места, где происходит сброс хосфекалки, просто герметизируют, закрывают, либо тампонируют, либо вот здесь, как здесь бетонируют. Жителям этих домов необходимо срочно прекратить сброс неочищенных канализационных стоков на рельеф и принять все меры для того, чтобы больше не нарушать закон. Отмечу, что борьба с нарушителями природоохранного законодательства идет в городе с 2015 года. В каждом районе курорта по поручению главы Сочи созданы рабочие группы, которые в обходах выявляют проблемные объекты. Всего за три года в Сочи было выявлено 17,5 тысяч проблемных адресов. Из них на сегодняшний день нарушения устранили более 16,5 тысяч собственников. Сегодня и завтра в некоторых районах Сочи возможно ограничение в подаче электричества. Связано это с плановым ремонтом. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение на курорте. Так, во вторник 29 мая с 5 утра до 5 вечера в течение нескольких часов из указанного промежутка света не будет в селе Бестужевка, а также на улицах Пензенская и Лазурная долина. Отключения коснутся также улицы Армавирской в Дагомысе. Там электричество отключат на несколько часов в промежутке с 8 утра до 7 вечера. Также под отключение попадают переулок Дружбы, улицы Пограничная, Куликовская, Владимировская, Пермская, переулок Яблочный, улица Партизанская. Не будет света на улицах Заречная и Мостовая в Головинке. Во всех указанных выше улицах отключения стоит ждать до 17 часов. Продолжатся работы на сетях и 30 мая. С 8 до 17 часов света может не быть на улицах Лучевая, Мира, Белгородская и Динская. Сегодня школьники России написали первый единый государственный экзамен. Волна ЕГЭ-2018 началась с географии и информатики. По традиции не обошлось без новшеств. В этом году единый госэкзамен стал более технологичным. Теперь контрольно-измерительные материалы и бланки ответов печатаются непосредственно в аудитории перед экзаменом. Как работает новая схема? Об этом в нашем следующем материале. Сегодня в Сочи ЕГЭ сдавали 130 человек. Именно такое количество учащихся выбрали для себя географию и информатику. Набранные баллы для многих станут решающими в вопросе выбора вуза. Большинство сегодняшних экзаменующихся решили связать будущее с компьютерными технологиями. До мечты рукой подать. Чтобы сдать ЕГЭ по информатике, нужно набрать 40 баллов. А вот Марк Шарапов, выпускник 44-й гимназии, рассчитывает на все 80. Школьник активно готовился и ничуть не переживает. Говорит, главное сконцентрироваться и внимательно читать задания. Да ничего контрольно-обычное, что пришел сюда повеселиться, посидеть. Только стулья неудобные. Если серьезно, то ЕГЭ и ЕГЭ. С каждым годом говорят, что его то упрощают, то усложняют, вводят какие-то разные задания. К этому можно адаптироваться, можно нагренироваться, натаскать себя за год хотя бы. Желательно. Желательно за два. Подготовки отмечают педагоги и правда необходимо уделять много времени. Если раньше кто-то рассчитывал найти готовые ответы, то теперь это попросту невозможно. В этом году стартовал самый технологичный ЕГЭ. Практика доставки заданий единого госэкзамена в школы ушла в прошлое. Теперь контрольно-измерительные материалы и бланки ответов формируются и печатаются непосредственно в аудитории, на глазах у школьников. Новая технология, в принципе, исключает возможность найти ответы ЕГЭ в интернете. Их просто не существует до начала испытания. Экзаменационные материалы на электронных носителях зашифрованы. Расшифровать их может только член ГЭКС при наличии ключа доступа. У каждого члена ГЭК есть свой пароль, который он не имеет права передавать другим. Все абсолютно прозрачно. Если раньше были слухи, что где-то экзаменационные материалы хранятся, возможно, их кто-то вскрывал, какие-то пометки ставил, то сейчас эти разговоры вообще должны кануть в лету. Потому что никаких бумажных, никаких других видов экзаменационных материалов до 10 утра никто не видит и не имеет к ним доступа. Помимо информационной безопасности, есть еще один плюс. Это дешевле, чем доставка материалов силами вооруженных сотрудников спецсвязи. Ну а бумаги и чернил в картриджах для печати заданий и бланков должно хватить. Каждый пункт проведения экзаменов был заранее проверен, причем помимо основных принтеров и компьютеров предусмотрены резервные. Готовые же работы после экзамена сканируются также на месте, прямо в аудитории и сразу направляются на проверку. Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 июня. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году продлится до 2 июля. Ольга Десятого, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи официально стартовал летний курортный сезон, так как подготовка к чемпионату мира по футболу – это задача номер один, поэтому в программу празднования внесли существенные коррективы. Так, в этом году вместо традиционного карнавала сочинцев и гостей курорта ожидала целая серия мероприятий в разных точках города. На одной из ключевых площадок побывала и наша съемочная группа. Считанные недели остались до начала чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что в Сочи идет финальная стадия подготовки к главному спортивному событию этого года, традициям решили не изменять. Ежегодно в конце мая город дает официальный старт началу нового летнего курортного сезона. Главной точкой притяжения гостей и жителей в этом году стала площадь искусства художественного музея. Сезон 2018 года в городе Сочи открыт! Среди почетных гостей церемония открытия 11-кратный рекордсмен книги Гиннеса Александр Муромский. Специально для зрителей праздников он повторил один из своих мировых рекордов. Таким оригинальным способом спортсмен хочет донести до публики, что нет ничего невозможного и любая цель непременно будет достигнута. В Олимпийском, а теперь еще и в футбольном Сочи это утверждение звучит особенно актуально. Сочи это изюминка, потому что в январе месяце покататься на лыжах и через 40 минут возле пальм смотреть на море, поэтому это изюминка. Уж не говоря про дороги, про инфраструктуру, про все, что здесь есть, я влюблен в этот город, это вечный зеленый город с хорошей позитивной энергетикой, спортивной столицей, я считаю, мира. Что касается рекордсменов самого Сочи, то есть устойчивый прогноз на то, что в новом курортном сезоне городская копилка достижений вновь существенно пополнится. Этот сезон будет одним из лучших, во-первых, потому что этот год – год чемпионата мира по футболу, и прошлый год мы встретили 6,5 миллионов туристов, и безусловно ожидаем, что в этом году будет, конечно, не меньше, а, наверное, еще больше людей. Помимо торжественной программы, на площади искусств зоны активности также расположились и по всему центральному району города, а потому, можно смело сказать, верный курс на летний курортный сезон 2018 задан. Грина Овсец, Ольга 10, телекомпания «ФКТ». На курорте в эти выходные прошли соревнования по скалолазанию кубок «Скайпарк» и первенство города Сочи. Соревнования впервые проводились в дисциплине «Трудность». В отличие от состязаний на скорость по эталонной трассе, которая всегда одинакова, здесь организаторы постарались выстроить зацепы в причудливую конфигурацию. Пройти скалодром до конца – своеобразная головоломка, поскольку участники смогли увидеть расположение зацепов только в день соревнований. Кубок проходил в два раунда – квалификация и финал. Турнир открыт, и поэтому в нем приняли участие все желающие в возрасте от 16 лет. Добавлю, что высота скалодрома в «Скайпарке» – 15 метров. Его особенностью является возможность фиксации мирового рекорда. И в завершении выпуска информации от партнеров программы. Санаторий «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностический спортивно-оздоровительный центр. И к вашим услугам – крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. И на этом наш выпуск завершен. Все новости на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.